Насколько агрессивна или насколько, знаете, сильной будет сейчас наземная операция? Да, вы знаете, в вашем вопросе просто держится ответ, собственно говоря. То есть, да, действительно, я думаю, что погода это чисто формальная причина, а на самом деле, конечно же, причин гораздо больше. Мне кажется, что, безусловно, наземная операция будет иметь место, но как бы речь идет о некой, скажем, перестановке сил. Действительно, учитывая тот факт, что у нас сейчас находятся практически чуть ли не все министры иностранных дел Европейского Союза и американцы и так далее, кого-то только нет, то я думаю, что в какой-то определенной степени что-то поменяется. И на это указывает также тот факт, что Израиль по просьбе американцев частично возобновил поставки воды в сектор газа. Кроме этого, будут разрешены провоз медикаментов, провоз медицинского оборудования, провоз препаратов, лекарств и продовольствия в сектор газа, что тоже займет какое-то определенное время. Наступление планировалось на самом деле вчера-позавчера. Населению дали 48 часов на то, чтобы оно успело уехать, уйти в более-менее безопасную сторону, а именно больше к северной части сектора газа. И по данным на сегодняшний день, по данным Организации Объединенных Наций, южную часть сектора газа, где будет проходить наступление, покинуло примерно более 800 тысяч человек. Тем не менее, действительно, пока наступление не началось, я думаю, что израильские силы выжидают определенного момента, учитывая тот факт, что, во-первых, А, находит до сих пор непонятна судьба заложников, которых примерно насчитывается по разным оценкам от 150 до 200 человек. Не очень понятно, где они содержатся, хотя по одной из версий, скорее всего, их держат где-то под землей, чтобы целей были, в кавычках, конечно, для Хамаса. И, во-вторых, я думаю, что разведка проводит дополнительные какие-то исследования, дополнительные, так сказать, операции, чтобы точнее и точечнее было наземное наступление, для того, чтобы минимизировать потери. Тем не менее, вы правы, когда говорили о том, что задача, которую поставило правительство Израиля, это, прежде всего, уничтожить Хамас и полностью дезавуировать власть Хамаса над сектором газа. Но вот об этом мы еще о задачах поговорим немного позже. А сейчас я еще немного акцентирую внимание на эвакуации населения из сектора газа, потому что мы понимаем, что там остается какая-то часть и украинских женщин с детьми. Они, вышедшие замуж за палестинцев, проживали там долгое время, но сейчас их нужно каким-то образом спасать. Их планировали эвакуировать вчера, но МИД Израиля сообщил о том, что они не гарантируют безопасность на пункте пропуска и отозвал разрешение на эвакуацию. Ну и знаем, что наш посол направил официальную ноту протеста в связи с этим, поскольку больше 240 граждан Украины остается в секторе газа. Как вы считаете, вот этих несколько дней, пока мы говорим о «погоде», может быть, сейчас удастся из сектора газа вывести людей, потому что там же не только из Украины, там люди из других стран. Да, безусловно, там люди с украинскими паспортами, с американскими паспортами, еще рядом каких-то граждан других стран. И я думаю, что этим объясняется вот это промедление. Во всяком случае, насколько мне известно, идут секретные переговоры между Египтом, Катаром, американцами и Израилем с тем, чтобы, так сказать, достичь соглашения о так называемом гуманитарном коридоре, через который люди смогли бы, люди, находящиеся в южной части сектора газа, выйти и таким образом как бы спасти свою жизнь. Насколько эти переговоры будут успешны, ну вот покажет время, пока наступление передвинулось. И это во многом говорит в пользу того, что, видимо, стороны пытаются все-таки каким-то образом решить вопрос людей гражданских, безусловно, которые не виноваты в том, что происходит, и не виноваты в том, что они вышли замуж за палестинцев. Да, так вот сложилась судьба. Но, тем не менее, их действительно надо спасать. Против этого никто не возражает. И Израиль тоже утверждает, что он будет в любом случае минимизировать, так сказать, стараться по максимуму сделать так, чтобы не нанести ущерб именно гражданскому населению. Хотя, опять-таки, проблема еще состоит в том, и об этом вы не сказали, что Хамас тормозит, ставит препятствия людям, которые хотят выехать в безопасную зону. Хамас пытается, так сказать, строить преграды для людей, которые хотят покинуть эту зону. То есть, так сказать, и, кстати, Египет тоже не очень настроен пускать беженцев. Известно, что есть так называемый КПП Рафиах, который между сектором газа и, так сказать, Египтом. Египет под предлогом того, что там разбиты дороги, заблокировал, так сказать, этот КПП. Видно даже было, что они поставили там какие-то большие бетонные блоки. И, так сказать, Египет не очень тоже хочет, чтобы беженцы из сектора газа перебазировались к нему, на его территорию, потому что, так сказать, ну, египтяне блюдут, понятно, свои собственные интересы. И египтянам вообще, так сказать, сектор газа, что называется, так сказать, как говорят, обычно выражается, вообще не упал. Да, так сказать, потому что были версии в свое время, что Египту предлагали взять контроль над сектором газа, и египтяне отказались. То есть, поэтому, конечно, ситуация очень сложная. Но я думаю, что вот сейчас с приездом в Израиль американцев, европейцев и так далее, вопрос гуманитарный пытается как-то решиться, и будем надеяться, что вот этим женщинам несчастным, действительно, которых можно только пожалеть, я надеюсь, что им все-таки помогут. И пока, вот по моим данным, операция во многом не начинается, и из-за этого тоже. 2000 морских пехотинцев Соединенные Штаты Америки присутствуют уже в регионе, но сейчас они констатируют, что это исключительно гуманитарная миссия, и, возможно, они будут помогать с эвакуацией. Но что может изменить эту ситуацию, и в какой ситуации США может задействовать свои ударные группы? Я думаю, что это тоже формальная причина. Эвакуация – это тоже вещь нужная. Понятно, что у морских пехотинцев есть большой опыт, но у них гораздо больше опыта есть для ведения боевых действий, на самом деле. Поэтому мне кажется, что ситуация может измениться в случае, если в войну вступит Хизбалла. Хизбалла пока, так сказать, с ливанской стороны. Хизбалла пока делает некие пробные шары. Вот сегодня было примерно пять таких достаточно незначащих, я бы сказал, обстрелов. Хотя незначащих, опять-таки, все относительно. В результате одного из обстрелов минометных погиб один человек, несколько человек было ранено, причем погиб араб. То есть, как бы, собственно говоря, просто убили своего же. Араб-строитель, которого обстреливали в такое... Есть такое местечко на севере Израиля, называется Шула. Вот в основном туда был направлен обстрел, минометный обстрел. Американцы предупредили Хизбаллу, и американцы не заинтересованы в открытии Второго хронта и по гуманитарным соображениям, чтобы можно было вывезти оттуда граждан США, а там очень много американцев или людей, скажем так, с американским гражданством. Есть американские граждане и среди тех, кого покитили, то есть среди тех, кто остается в заложниках. И поэтому американцы... Такого я не помню на моей памяти, чтобы американцы предупреждали Хизбаллу. Израиль уже имел опыт, так сказать, первой войны ливанской, второй войны ливанской, и американцы не вмешивались. Вот. А тут впервые американцы предупредили, что если Хизбалла попробует, так сказать, открыть второй фронт, то тогда они, так сказать, применят свои силы, и Ливану не поздоровятся, и поэтому они, так сказать, приблизили к берегам Средиземного моря шестой американский флот, и, так сказать, что называется, стоят на среме и ждут сигнала. Хизбалла тоже пока отделывается только исключительно риторическими больше заявлениями, что она не потерпит. Ну, это обычные, так сказать, цветистые восточные заявления, которые всегда надо делить на 25. Хизбалла помнит очень хорошо вторую ливанскую войну, когда Израиль нанес сокрушительный удар по объектам Хизбаллы такой мощи, что Хизбалла до сих пор не может прийти в себя, и поэтому, так сказать, лидеры у них достаточно неглупы, поэтому я полагаю, что все внимание будет все-таки сосредоточено на секторе газа, учитывая, что там заложники, там пленные, там люди, там даже тела тех, кого они захватили, эти боевики с собой. Я не думаю, что Хизбалла вмешается. Разве только лишь есть такой вариант сценария развития событий, если на них не надавит Иран. Иран в данном случае, безусловно, фигурант и заинтересованное лицо в этом деле, но Иран тоже прекрасно понимает, что, так сказать, надо быть немного осторожным, и поэтому Иран пока в основном угрожает только Израилю, и говорит тоже, кстати, о том, что если Израиль начнет наземную операцию, то Иран мешается в проведении этой операции, и непонятно каким, хотя понятно, каким образом он мешается, но тем не менее, так сказать, пока его заявление касается только сектора газа, не севера Израиля и не Ливана. Вы сказали о Ливане, но как себя может повести Сирия, Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак в соседей Израиля, которые сейчас действительно наблюдают, кто-то обменивается вот этими предупреждениями, Иран действительно предостерег Израиль, чтобы война не распространялась на другие регионы Ближнего Востока, но если произойдет, если не ограничатся территорией газы, все-таки эти страны, которые я перечислил соседей, как они отреагируют и могут ли они объединиться против Израиля? Нет, ни в коем случае. Во-первых, начнем с того, что это надо понимать, это понимают немногие, тут надо разбираться в этих расплетениях Ближнего Востока. Дело в том, что есть шииты, есть суниты, ислам делится на две части. Значит, сунитские режимы, они более умеренные. И скажем, такие страны, как Саудовская Аравия, как Оман, как Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Судан, Марокко, это все умеренные сунитские режимы, которые сейчас с Израилем находятся в очень хороших отношениях. Более того, Саудовская Аравия намеревается или намеревалась, скажем так, подписать соглашение о нормализации отношений с Израилем. И, собственно говоря, во многом Хамас пошел на обострение отношений именно потому, что это должно было произойти. Что касается Ирака и Сирии, то я думаю, что Ирак, который раздираем сейчас колоссальными противоречиями, и точно так же, как Сирия, не способны на какое-то объединение. Сегодня Ирак раздираем кучей всяких группировок, которые выступают на стороне Ирана или которые выступают против Ирана. Сегодня Сирия представляет из себя раздираемую на много частей, ведущуюся уже с 2011 года гражданскую войну, в течение которого, в течение времени, со дня начала этой войны Сирия потеряла порядка 300, если я не ошибаюсь, тысяч человек. Полтора или два миллиона беженцев. С одной стороны в Сирии находятся курзы, которые находятся в состоянии войны с Турцией. С другой стороны есть осколки и ошметки исламского государства. С третьей стороны там находится Россия. С четвертой стороны там находятся иранские прокси, так называемые. Это Хизбалла, шиитская милиция, так называемые шиитское ополчение. И с третьей стороны, четвертой или пятой стороны находятся друзы, которые находятся по ту сторону линии границы голландских высот. По пятую сторону находятся противники нынешнего режима Асада. То есть, так сказать, Сирия настолько сегодня раздроблена, настолько сегодня раздираема всевозможными группировками, интересантами и так далее, и так далее. Плюс ко всему там еще присутствуют американцы, не будем забывать, да, которые хотели в свое время вывезти оттуда войска, но потом передумали и определенное количество американских сил находится в Сирии. Поэтому, учитывая тот факт, что Сирия раздроблена, я не думаю, что она объединится с Ираком с тем же, да, и пойдет, что называется, бить Израиль. Скажем, а у умеренных суннитских режимов, которые я назвал, у них самих далеко не лучшие отношения с Ираном, особенно у Саудовской Аравии, которая, хотя и подписала мирное соглашение, восстановила дипломатические отношения с Ираном, тем не менее, улучшений не произошло, Иран пообещал саудитам, что он решит вопрос с еменскими хуситами, которые постоянно досаждают Саудовской Аравией, ничего этого не произошло, и поэтому, так сказать, отношения между Саудовцами и Ираном достаточно прохладные, и я не думаю, что Саудовская Аравия поддержит Иран в том, чтобы напасть на Израиль. Давайте еще коротко вернемся к Хезбалла, потому что их ресурс «Аляхед Ньюз» утверждает, что на израильском военном объекте «Алярахеб» был установлен флаг Ливана, и это говорит о том, что все-таки Хезбалла определилась, и что она все-таки будет участвовать в этом конфликте. Ну, я не знаю эту информацию, да, они все время там что-то вешают, то флаг повесят, то палатку установят. То есть это всего лишь провокации, и все? Это всего лишь совершенно верно. Провокация – пробный шар. Как отреагирует Израиль? Ну, вот Израиль уже подавил огневые точки минометного обстрела, они дождались, да, сейчас уберут флаг. То есть, так сказать, и Хезбалла очень хитро себя ведет, понимаете? Хезбалла прекрасно понимает, что Израиль может ответить очень мощно. А, так сказать, их лидеры, так сказать, в частности, человек со странной фамилией Насрала, который сидит в бункере, не переставая, прекрасно знает, что цена его жизни грош сегодня, что в любой момент его могут ликвидировать, так сказать, израильские силы. И поэтому, так сказать, он ведет себя очень осторожно. То есть, заметьте, это все в основном риторика. Это, с одной стороны, мелкие такие провокации, которые, так сказать, как бы ставят свою целью укусить слегка Израиль и понять, как Израиль будет на это реагировать. Поэтому я думаю, что до поры до времени Хезбалла будет все-таки оставаться в стороне, хотя у нее достаточно мощный ракетный арсенал. Но и поймите такую вещь. Дело в том, что Ливан, на территории которого находится Хезбалла, сегодня это государство банкрот. Там сегодня колоссальная экономическая катастрофа. Там это, так сказать, государство, у которого нет денег. Там это нищие государства. Поэтому, так сказать, еще и воевать, вступать в войну, я думаю, что Ливан не очень хочет, хотя Хезбалла, так сказать, считает себя автономной, совершенно самостоятельной, ни от кого не зависящей организацией. Тем не менее, в какой-то степени ливанская армия иногда блокирует какие-то, так сказать, провокационные потуги Хезбаллы. И я думаю, что это тоже сыграет какую-то свою роль. Очень многое еще раз зависит от того, как поведут себя американцы. Если американцы действительно, так сказать, покажут, что они действительно серьезно строены на то, чтобы не дать Хезбалле открыть второй фронт, то Хезбалла этого ни за что не сделает, ни при каком раскладе. Давайте, знаете, что еще обсудим? Вот сейчас Хамас обменивается любезностями с Россией, и Путин заявил, в свою очередь, о необходимости проведения Палестино-израильских переговоров, результатом которых, по его мнению, должно стать создание независимой Палестины. И вот я хочу в связи с этим у вас спросить, потому что война сегодня идет за уничтожение терроризма. Мы говорим о том, что нужно уничтожить Хамас. А что дальше? После этого вопрос Палестины останется все-таки открытым. И как быть с риторикой, что палестинское государство от реки Иордан и до Средиземного моря придется с этим как-то работать? Да, вы правы. Это самый сложный вопрос, на который у меня, честно говоря, ответа нет. Это самый сложный вопрос, который возникает, допустим, если гипотетически предположить, что Израиль уничтожит Хамас и освободит сектор Газа, что дальше? Египтяне, как я уже говорил, сектор Газа не хотят брать. Значит, там Хамас в основном уже с 2009 года в секторе Газа правил Хамас, он уничтожил практически всех своих оппонентов, так сказать. Остались только лишь, кроме Хамаса, там еще ряд очень достаточно еще более радикальных исламистских группировок, таких как салафиты, мусульманские братья, исламское государство. И главное, это второй по численности и по агрессивности, это исламский джихад. То есть, так сказать, по большому счету, даже убрав Хамас, как бы, да, Израиль отнюдь не получает взамен спокойную, некую спокойную территорию. Вопрос, что, поэтому вопрос в том, что делать, остается, на мой взгляд, открытым. Есть несколько предложений, которые, так сказать, на мой взгляд, пока чисто теоретически смотрятся фантастически, скажем так, разделить, скажем, территорию палестинской автономии на два анклава, как оно, собственно говоря, есть, да. То есть, есть анклав со столицей в Ромале, который правит престарелый, обумазан, и который недаром, кстати, называют, как бы, да, вот этот, значит, сектор Газа называют Востоком, а Ромалу, то есть палестинскую автономию со столицей в Ромале называют Западом, потому что Ромала – это достаточно спокойная территория, это сытые, богатые люди, это большие деньги, это, то есть, так сказать, действительно такой уже больше западный образ жизни, люди к этому привыкли. А Газа больше Восток, то есть, с его нищетой, с его безработицей, с его отсутствием денег, с наркотиками, с валютой, с чем угодно, с высоким уровнем преступности, коррупции и так далее, и так далее, и так далее. То есть, есть вариант, как бы, предложение сделать что-то подобное, нечто подобное Арабским Эмиратам, то есть, будут два Эмирата, один Эмират со столицей Газа и второй Эмират со столицей Ромалы. То есть, да, ни о каком государстве смешно говорить, если, так сказать, на самом деле это государство, как таковое, состоит как минимум из двух анклавов. Еще один вариант, это на какое-то время Израиль берет под свой контроль сектор Газа, это так называемый британский вариант, то есть, так сказать, то, что Британия сделала в Северной Ирландии. То есть, прекращаются всякие военные действия, Израиль входит в Газу, наводит там порядок и там действуют законы. Израиль, так сказать, и полицейские законы, по которым любое правонарушение рассматривается как уголовное преступление. Это еще один из вариантов, но он тоже малореализуем. И, наконец, еще один вариант, возможно, это создание нового анклава на территории, допустим, вот как было предложение в свое время, оно исходило от бывшего президента Египта Хосни Бубарака, о создании анклава, палестинского анклава на территории Газа плюс Синай. То есть, Египет отрезает от себя Синай, который и так ему уже хуже горькой редьки, учитывая постоянное присутствие ИГИЛа, постоянное присутствие каких-то диверсий, взрывов, преступных акций и так далее, и так далее. Вот на этой достаточно большой территории создается вот этот очередной анклав, который будет существовать сам по себе. То есть, Газа плюс Синай сама по себе, Палестина со столицей в Ромале сама по себе. И вот, так сказать, это тоже один из вариантов. Насколько он реален, никто не знает, как все это на Ближнем Востоке. И поэтому остается только ждать и как бы ждать того, что будет дальше после того, как осуществить Израиль наземное наступление или не осуществить наземное наступление. Поэтому, как говорят англичане, действовать надо будет стейп-бай-стейп. То есть, постепенно, шаг за шагом, понимая на самом деле, какова ситуация, которая меняется каждый день. Марк, у меня еще один вопрос, но у нас остается буквально 30 секунд. Я спрошу у вас о разведданных, которые Соединенные Штаты якобы передавали Израилю о том, что возможности насильственных действий со стороны Хамаса все-таки будут и у вас большие потери. И многие эксперты говорят о том, что с этим будут разбираться после победы, после войны. Но, по вашему мнению, после войны Бибинь Натаняху должен пойти в отставку? По моему мнению, я считаю, что, опять-таки, вы правы, что действительно надо разбираться в том, что произошло. У меня есть какая-то определенная информация по моим источникам, что произошло, я не хочу ее сейчас озвучивать. Я считаю, что действительно, действительно надо разбираться, делать выводы. А выводы сделает, я думаю, комиссия, которая подробно разберется в том, что произошло. Но то, что произошло, это, безусловно, катастрофа, из которой надо делать вполне определенные, четкие, ясные и понятные выводы. А подаст ли Натаняху в отставку или не подаст, это уже десятый вопрос. Что ж, спасибо огромное. Для нашей аудитории сообщу еще раз. Израильский письменник, драматург и публицист Марк Котлярский допомог нам разобраться с тем, что происходит сейчас в Израиле. Спасибо.